Проанализировать ошибки прошлого, чтобы не повторять их в нынешнем. Сегодня в парламенте прошли публичные слушания по исполнению республиканского бюджета за 2012 год. В целом, планируемых показателей достичь удалось, однако работать еще есть над чем. Основные цифры уже исполненных статей бюджета Кабардино-Балкарии вместились в 30-минутный доклад министра финансов. Доходы казны превысили 21,5 млрд рублей. Это 94% от запланированного. Причем половина из них безвозмездные поступления, отметил Мурат Кирефов. Расходы почти такие же, но это лишь 80% от прогноза. В течение года выделялись средства на реконструкцию дорог, поддержку малого предпринимательства, молодых специалистов из семей на селе. Канализацию государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции направлены ассигнования в объеме 1,956 млрд рублей, что составляет 94,5% от общего объема расходов по данному подразделу. Бюджет республики по-прежнему социально ориентированный. Это значит, финансовые средства в первую очередь и в большей степени направляются на образование, здравоохранение и соцзащиту. В цифрах это 5,5 и по 3,5 млрд рублей соответственно. Но анализ показывает, республика воспользовалась не всем, что должен был выделить федеральный бюджет. Меньше профинансировано. Почему? Образование на 630 млн рублей, здравоохранение на 1,62 млрд рублей, но экспорт 515-516 млн рублей. Такие суммы не возвращаются так просто в федеральный бюджет, чтобы его заново защищать, чтобы его заново получать. Министерствам рекомендовано более тщательно подходить к разработке как федеральных, так и целевых республиканских программ и подготовке документов по их финансированию. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития в 2012 году планировалось реализовать 40 программ. Согласно закону о бюджете на 2012 год 32 программы. Фактически же средства выделялись на 29 программ. Плановое назначение по финансированию РЦП выполнено 46%. Однако в том, что касается снижения финансирования ряда статей, виновата не Кабардино-Балкария. 979 миллионов рублей – разница показанных в федеральных целевых программах, которые республика не получила. Положительных результатов все же больше. В прошлом году сработали с увеличением регионального волового продукта. Выросли объемы производства в сельском хозяйстве, строительстве, электроэнергии, торговле. Участники слушаний отмечают перечень. Надо расширять в срочном порядке. Вероятно, потребуется изменение в налоговое законодательство. Все предложения будут обобщены и предоставлены для утверждения при обсуждении отчета о бюджете на пленарном заседании.